Подснежники. Еще один колоритнейший дом. И похоже, что тоже сейчас здесь нет никого. Все это летние резиденции богатых англичан. Посмотрите, какой колоритный, красивейший домик. У него там на коньке петушок. Великолепнейший вид из окон. Вполне доступные дороги для проезда. Никаких проблем. Вот видите, я на распутье. Здесь я не была никогда, даже не знаю куда идти. Сейчас разберемся. Вот видите, написано Public Footpath. Это значит, для людей показано можно гулять. но написано Private Road опять. Или Private. Или Private. Нет, наверное, все-таки Private. Кстати, Вентнер находится на юго-западе острова. Да, еще я вам не сказала, что город Вентнер, когда приезжаешь, вот если я еду, допустим, и у меня в машине играет радио, какой-то FM, и сразу же в Вентнере перебивает французские радиостанции, начинает говорить по-французски. И это так неожиданно. Это так странно. И вы знаете, как я отношусь к Франции. Это моя любовь. И я всегда с удовольствием еду и слушаю. Вот посмотрите, еще виднеется между кустами там. Вы должны это видеть. Дом. И еще один огромный дворец или дом, как сказать. Здесь впереди у него сад. Он обнесен забором, как обычно старинным. Но здесь есть калитка. Видите? И она открыта. Калитка спокойно открывается. Можно войти, пройти по саду, посмотреть. Но я, скорее всего, не пойду. Просто показала вам, какая разительная перемена дворцов английских и других дворцов, которые мы все недавно видели. Ну, вы же помните, да? Территория опять private. Private или private? 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 Private. Да, наверное. Private. И вот. Так же город Вентнор обожают вороны. Иногда поднимают страшный крик. Вот как сейчас. А я что-то, по-моему, забрела. Такое место интересное. сплошь усадьбы. Сплошь усадьбы. Сплошь усадьбы. Сплошь усадьбы. Вот еще одна. Да еще и напротив солнца. Вряд ли что-то мы тут с вами увидим. При том, что там стоит машина. Ой-ой-ой. Хоть и красиво, но не с той стороны я зашла. Вот. Вот такие поющие фонтаны естественной природы, которые продаются сейчас в магазинах. Можно купить, но это будет уже совсем не то. Вот еще пруд старинный. Видите? Это продолжение. Так же течет вода. А вот там вдалеке, посмотрите, какие-то опять очередные развалины. Я хотела к ним подойти, но не знаю. Придется мне обходить с другой стороны. Идти по той нижней дороге, чтобы вам показать. Сейчас попробую. Хотя это да. Ну вот, я обошла с другой стороны. Я спустилась ниже. Я была вот там, видите, у тех ворот. И теперь я вам показываю этот же самый дом. Большую усадьбу. Сейчас покажу эти заброшенные камни. Какой-то разваленный остров здания старинного. Мне много чего не нравится в нынешней Англии. Я об этом вам много раз рассказывала. Но, наверное, нравится больше именно вот эта природа, вот эта старина нетронутая. И вот эти места, в которых можно гулять. И тебя никто не схватит, не оштрафует, не дай бог, не оскорбит, не посадит в тюрьму и не застрелит. Кто о чем. Посмотрите, это эти развалины, которым я так долго шла. Ой. И их даже не убирают. Видите, они стоят впереди. Впереди дома. И что это было такое? Не знаю я, судя по архитектуре этой. Может быть, даже и церковь. Хотя нет, наверное. Но не знаю. Сейчас гадать трудно. Но я благодарна хозяевам, которые здесь сейчас живут, которые не разрушили это. Это же старина, глубокая. Возможно, 11-12 век. Потому что церковь Святого Лауренция, которую я вам показывала в начале, это именно старина 11 века. Я показываю вам со всех сторон это великолепие. Наверное, даже ближе еще подойду сейчас. Потому что, ну, я не знаю, как вы, а я... Я просто в восторге от таких своих находок. Может быть, и много здесь старинных камней. Но все равно, если находишь еще какие-то новые, то, конечно же, нужно это показать вам тоже. Продолжение следует... Субтитры подогнал «Симон» Субтитры подогнал «Симон» Субтитры подогнал «Симон» Я посмотрела сериал английский Производство Великобритании Ну вот, немножко вам расскажу Пока мы будем наслаждаться с вами Вот этим грандиозным видом Он заслуживает того, чтобы показать вам его подольше Так вот, полдрог сериал Найдите Очень рекомендую посмотреть, если кто не видел Это середина и конец 18 века 1750-1795 Ну и там дальше уже даже они затрагивают 1800-й Но вы знаете Игра актеров Великолепные съемки Это полуостров Корнуэлл Плимут, Лондон Вот этот вот 18 век Что меня больше всего удивило То, что у них уже там был парламент в это время Вот как-то не задумываешься никогда Как жили другие страны А потом, когда понимаешь, что 1790-й год И там у них вовсю работает парламент Ну хотя, конечно, там тоже очень много всяких проблем Но тем не менее Парламентская республика Я никогда глубоко в историю не вдавалась Тем более в английскую историю Ну так вот поверхностно знаю Королей правления Годы Норманы Все эти войны С викингами Завоевания Римляне Вот так вот все поверхностно Но насколько классный фильм Мало того, что он жизненный Во-вторых, вы знаете После него Мне вот кто-то посоветовал посмотреть Любовник Леди Чаттерли И, по-моему, я открыла Но это же просто совершенно не то Игра актеров не та Понимаете, не показаны Манеры Вот этих вот Великих господ Лордов, леди И вот эта леди Элизабет Конечно же Это верх совершенства Какие манеры Я смотрела Я училась Я переосмысливала всю свою жизнь Так всем и сказала Нарыдалась Притом еще Жизненный фильм О любви большой В отношениях Мужчины и женщины И о такой любви трагической Что даже страшно представить Посмотрите, друзья Я вам рекомендую Называется Полдрак Субтитры сделал DimaTorzok Вот такая сегодня У нас с вами прогулка Из двух частей Мое видео Пожалуйста Напишите Что вы думаете О нашем сегодняшнем путешествии Ну а я Возвращаюсь домой Мне еще ехать По красивому городу Вентнер Примерно 30 минут Если кто-то желает Можете остаться Посмотреть Дорогу мою До дома И послушать Ненавязчивую Легкую музыку Всего вам доброго Увидимся Берегите себя Пока-пока Субтитры сделал DimaTorzok 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 Субтитры сделал DimaTorzok